Здравствуйте! Меня зовут Михаил и эта рубрика «Мне здесь нравится». Мы находимся у жилого комплекса, расположенного в центре города на пересечении улиц Малышева и Хогрякова. Этот комплекс носит название «Дома Урал-Облсовета» и является, по сути, одним из наиболее исторически значимых архитектурных сооружений нашего города. Это уникальный экспериментальный проект ранней советской архитектуры и, по сути, единственный жилой конструктивистский комплекс в Свердловске, полностью построенный именитыми московскими архитекторами. Руководителем проекта был выдающийся теоретик конструктивизма Моисей Гинсбург, а его ближайшим помощником известный архитектор Александр Пастернак, родной брат поэта Бориса Пастернака. Главная особенность здания – экономия внутреннего жилого пространства. Кухни заменялись так называемым кухонным элементом в два квадратных метра – ванной и душем. При этом учитывалась самая мельчайшая деталь – сколько хозяйка времени проводит на кухне, сколько делает шагов, сколько готовится и разогревается еда. Все это находило отражение в черновиках и разработках к проекту. Самым радикальным нововведением было использование внутренних коридоров, которые обслуживали сразу два этажа. Их можно увидеть снаружи на уровне третьего и шестого этажа, если посмотреть на комплекс со стороны улицы Малышева. Изначально на восьмом этаже главного корпуса располагалась открытая столовая – терраса, прообраз летнего кафе. А на шестом этаже второго – ясли. Жители могли спокойно переходить из одного корпуса в другой, пользуясь надземным переходом. Сегодня он не эксплуатируется, но по-прежнему остается символом здания. Двор комплекса проектировался как классический двор-сад. Он замысливался архитекторами, как естественное продолжение квартир, жилых помещений. Служил местом общения и встречи для жителей. Своего рода метафорой нового социалистического общества. Кроме того, именно дворовое пространство скрывает в себе красоту и обаяние архитектуры конструктивизма. Эта красота подчеркивается каждой деталью – прямоугольными балконами, эркерами лестничных клеток, различными объемами окон. Задняя часть комплекса создает особый эффект. Лестничные клетки спроектированы так, что отдельно стоящие корпуса воспринимаются как единое здание, единая плоскость, уходящая вдаль. Многие люди приходят в эти дворы и восхищаются их особой красотой и обаянием. Одним из таких людей являюсь я. Меня зовут Михаил Ильченко. Это была рубрика «Мне здесь нравится». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова